Такс, и здесь у нас с тобой шифр из котеек, дурачок, сюда подошел, яйца мои отдал, звездец дед из толкана выбежал, турун-турун-турун-турун-турун-турун, нифига, а их больше? Пацаны, вы чё? Чпойник, всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер и добро пожаловать в симулятор чушпана. Да, друзья, внезапно просто никто не ждал, никто не гадал, но игрушка по мотивам всемирно известного, просто галактически популярного, я бы сказал, сериала вышла у нас с вами на платформе Steam. Имеет очень положительные отзывы, стоит порядка 40 рублей, и сегодня мы докажем тебе, себе и вообще всему миру, что мы, конечно же, не чушпан. Ну а если и ты не чушпан, обязательно поставь большой палец вверх, а также напиши в комментариях, как ты вообще узнал о данном сериале, чем тебя он зацепил, если ты его смотрел, будет интересно почитать. Ну а мы, соответственно, нажимаем играть и поехали. С помощью дверей можно проходить через стены. Слушай, лайфхак, совет просто замечательный, вот такой, мне нравится. Что же тебя ждет? Пресс-ф, ачивка очнулся. Иногда ачивки почему-то на записи не отображаются, поэтому я не знаю, увидишь ли ты их или нет, но в любом случае я буду их озвучивать, поэтому не проблема. Такс, у нас с тобой эффекты, все стоит, естественно, на эпичные настройки, как бы не чушпан, не может играть на низких. И, что самое интересное, мы с тобой также должны немножечко видео, так-так-так-так-так, слушай, а получается сенсы-то у нас нет? Тут очень жесткая сенсы, я хотел бы ее убрать, но, но походу такой возможности нет. Гамма, обработка экрана, ладно, тогда на мышке немножечко подкрутим, ну, будем играть как-то так. Так, мы с тобой очнулись в комнатке, у нас очень уютные обои в виде каких-то мультипликационных персонажей, котик, собачка. У нас есть рабочий стол, здесь мы, наверное, мы сразу же в боевую стоечку встаем. У нас есть, у нас, кстати, кроссовочки, джинсики, все как надо. И здесь у нас целый просто шедевр, состоящий из копибара. Копибара — это тема. Кстати, судя по рисовке, это все дело сгенерировало нейросеть, то есть у нас чувачок-то современный, модный, молодежный. А также у нас вид на футбольное поле, на коробку дворовскую просто. Будем здесь разносить и делать какие-то эпичные штучки. И тут у нас сразу же... Так, ага, бутылочка. Так, мы взяли с тобой бутылочку и... Бутылочка! Именно так. Так, что мы можем ее бахнуть? Так, мы ее вроде как взяли. Секунду. Мы ее взяли, и она куда-то пропала. На F. Не знаю пока что, как это работает. Также есть магнитофон, пылесос, гантельки. Естественно, свет включается? Свет не включается. И здесь у нас еще одна комната. Смотри, ковер висит, все как нужно, опять же. Чтобы посмотреть задание, нажмите тап. Так, стап. Найти заначку, купить яйца. Слушай, ну, получается, день у нас начинается сразу же с дел. Мы как бы деловой пацанчик. Везде у нас бутылочки. Но это на самом деле стулья. Скорее всего, стулья для гостей, потому что ты можешь видеть, что если как бы пацаны придут, здесь вряд ли можно будет их где-то рассадить, разве что диван, наша кровать. Но все равно для большой компании не хватит. Также у нас есть кухонька. Кухонька. Здесь у нас обои такого зеленого цвета с какими-то непонятными то ли елочками, то ли чем. Окна у нас, к сожалению, не открываются. Чувак у нас живет просто в тухлике, ничего не проветривается. Свежий воздух, естественно, должен присутствовать. И мы с тобой, соответственно, еще также имеем ванную. Ванную комнату, в которой тоже очень модная плиточка, как в бассейне, я бы сказал. Синенькие такие, синие-белые квадратики. Есть у нас толчок. Его, ну, плавать, естественно, нам запрещают там. Очень, конечно, жаль. Так на самом деле хотелось. И читаем записку. Так, ну у нас мамочка какая-то некультурная, неприличная. Общается с нашим звездюком с помощью матерных слов. Но нужно понимать, что, опять же, это определенная стилистика быта, жизни и всего такого. То есть без этого никуда, опять же. Так, и здесь у нас с тобой шифр из котеек. Так, шифр, четырехзначный шифр из пяти котеек. Интересно, подожди, а как мне его взять и разгадать? Мне же его нужно... А-а-а, так это подсказка. Пьет огонь, любит боль, пристально глядит, в шоке сидит. Вот в шоке сидит, это который такой... Вот этот котейка. Получается, огонь, боль, глядит, сидит. Огонь, боль, глядит и в шоке. Огонь, боль, глядит и в шоке. Огонь, вот огонь, боль, глядит и в шоке. Идеально, с первого раза. One dollar... Что это? Новое задание, этап. Найти значку. Так, значку мы с тобой нашли, один доллар взяли. Теперь идем покупать яйца и обменять доллар. Естественно, так, есть также кепочка. USA, Калифорния. Зачем нам вот эти вот непонятные заморские, что называется, причиндалы. Также клюшка стоит. Как бы готовь сани с лета, что называется. Здесь все соответствует. И у нас пацанский гимн пацанов. А че? Что? Ну, нормально, исполнен, мне кажется, неплохо. Так, закрыто. А че, типа через окно нужно выходить? Через балкон, может быть? Так он у нас застекленный. Как я выйду-то здесь? Ага. Так, можем головой к соседу пробиться заодно. Очень неплохо. А где взять ключи? Так, подожди, она же меня заперла. Как я выйду-то? Я заперла дверь, чтобы тебя не украли. Заначка лежит в шкатулке. Возьми ее, купи яички. Так, мать, ты сама себе противоречишь, потому что я выйти-то не смогу. Может, с ноги? Может, с ноги просто дверь вы... Дверь вынести просто. Ну, опять же, сутья по подсказке, в загрузочном меню нам с тобой сказали, что если ты хочешь куда-то зайти или выйти, пользуйся дверьми. Нихрена себе у нас ключик. Так, у нас есть гаечный ключ. Что с помощью него мы с тобой можем сделать? Открутить. Каким-то чудным образом мы с тобой... А, это типа мем, то что гаечный ключ и ключ от двери. В общем, гаечного ключа мы с тобой открываем проход и выходим на свежий воздух. Схраняшечка, автосейв, замечательно. Власова, верни журнал. Власова внезапно отняла журнал. Возможно, это какая-то отличница деловая. На этаже у нас четыре двери. Что-то многовато на самом деле. Ну, окей. И, собственно, свежий воздух. Выходим во двор. Сразу же ощущаем себя королем жизни. И смотрим, что у нас здесь интересное имеется. Нужно сходить в магазин. О, журналы плюс обмен валюты. Так, ларек местный. Нихрена себе, мусорный бак. И опять же, смотри, здесь у нас заседание. Прям можно нормально так почилить. Улица Асфальтная, 666 дом. Хорошо. А это нулевой. Слушай, мне кажется, очень жесткий разброс, но ничего. Обмен шмоллеров. Покупка 500 рублей. Продажа 1000 рублей. Нихрена себе, ты наживаешься, слышь. Улица Землеройкина, 69. Так, здравствуйте. Волк. Выгодно обменял валюту. Обмен валют по курсу. Один шмоллер 500 рублей. Прием стеклотара. Одна бутылка 10 рублей. Я мог их насобирать. Серьезно. Да кто же знал-то? Обменять. Вы сдаете бутылка и доллары. Получаете 510 рублей. Ну, конечно, поехали. Вы получили ваши гроши. Спасибо. Так, тут у нас также кроссвордики всякие. Супер сборник. Девчонки. Для дачников имеются журналы. Садовод. Спортивные там всякие. Емельяненко. Аватар про кино даже есть. Джеймс Бонд. Слушай, нихрена себе разносторонний. Это как бы ларек. Продает журналы по всем тематикам. Самым важным и нужным. Замечательно. Такс. И теперь мы с тобой с деньгами. Идем, я так понимаю, в магазин. Ну, как бы да. Купить яички. Как сказала нам маман. Без яичек никуда. Ну, здесь у нас вряд ли найдется какой-то магазин. Возможно, он где-то здесь. Так, здесь у нас, конечно же, гаражи. Без них никуда. Можно, возможно, по ним даже попрыгать. Естественно, как старые добрые. Очень веселое занятие. У нас лежит покрышка. Так, пока что не берется. Возможно, это какой-то дополнительный квест. Как очень часто бывает в подобных играх. И я вижу, кстати, какого-то мужика. Сейчас давай к нему подойдем. И потом отправимся туда. Здорово. Хочу маниеза. На. Махач завязался. Я, на самом деле, случайно к нему бахнул. Но, как бы, если он полез в драку. Я хотел извиниться, сказать, дружище, извини. Но мы с тобой его избили. Пополнили наш кошелек на 120 рублей. Взяли палку и пивко. Так, ну тогда бутылки-то будем собирать. Если каждая бутылка... Что это? Это борщевик. Это реально борщевик. В него нельзя подходить. Ни в коем случае. Борщевик это такая злая штукенция. Еще хуже даже, чем крапива. Волдыри гигантские просто бывают. Жесть. Можешь загуглить, если ты мазохист. Ой, тихо-тихо. По грядкам, по этим. По глумбам не надо. Это у нас всякие тюльпанчики красивые. Шестерочка. Так, сейчас пойдем. Получается, здесь мы с тобой все посмотрели. Это наш двор. Мы дали круг. Мы с тобой вот так вот прошли, обошли и вернулись сюда. Магаз. Хорошо, спасибо. Получается, что у нас теперь имеется... Так, какой-то дед сидит. У нас с тобой имеется очень даже неплохое состояние, на которое мы можем что-то закупить. Здорово, что ли? Как жизнь? Озвучка! Так, подожди. А что все такое тихо, реально? Игра, видео, звуки. У меня звуки на максимум, но они какие-то реально тихие. Но я на монтаже потом прибавлю, не проблема. Такс, как жизнь? Понимаю, понимаю, да. Так. Помоги, старико. Принеси что ведь выпить. В нашем ларьке журналов особо вкусно оси мух. Так я же только что там был. Дай ключ от гаража? Зачем? Может там что-то интересное? Давай скажем. Дай мне лучше ключ от своего гаража. Мне, дедуль, нужнее будет. Тебе твое добро уже все равно не пригодится. Нихреть, асим, мы его разводим. Ох, ты же мелкий ублюдок. Печаль дяди Толи. Расстроил дяди Толю. Ах, если бы я мог подняться, я б тебе уже уши на пятки натянул. А ну пошел отсюда. А в гараже у меня капкан стоит на таких, как ты. Я понял. А фишка в том, что я не знал, что он ответит. И я думаю, ну раз как бы между выбором принести и что-то попросить, интересненькое, классное, лучше выбрать второе. А он сразу, слышь, ты, дед, как бы, тебе гараж уже не нужен, давай гони ключи. Это ж некрасиво. Такс, а давай мы с тобой еще раз поговорим. Как жизнь. Как жизнь? Все, принесу. Нормально, нормально. Все, он забыл про наши обиды. У него там похмельки, он ничего не помнит. Все красиво. Сейчас гоню кабанчиком. Буду ждать. Да, окей. Новое задание. Принести пиво дяде Толе. Без проблем. Так, здесь еще какая-то детская площадка. Мне кажется, что вот во всем этом постсоветском пространстве, или даже там временами советском, смотря когда разворачиваются, как бы, действия сериала, таких площадок крутых не было. Это уже что-то, знаешь, новомодное, что-то такое построенное по, я не знаю, новым чертежам, новым технологиям, потому что раньше, я помню, просто площадка выглядела, ну, куда скромнее, чем вот этот вот целый комплекс. Такс, шестер очка. Здравствуйте. Сохранено автосейв. Здравствуйте. Охрана FBI. Open up. Такс, а что это? А яички надо купить. Так, заходим. Здравствуйте. Это тетя Маш, наверное. Яички, яички, где нам купить яички? Лапти продаются, нихрена себе. Калабарби? Что? 48 за Калабарби? Уже кто-то купил, кстати. Ля, какие лапти страшные. Это лапоть паук. Дракончик всякий. Кстати, очень напоминают мне Паул Ворлд, который мы с тобой сейчас на канале проходим. Уже несколько серий доступно, поэтому, если еще не видел, можешь глянуть. Всякие шампуни стоят. Вот, я всегда поражаюсь детализацией в подобных играх. Так, то есть, многие из них реально делаются на коленке, но вот когда ты заходишь в магазин, ты можешь каждый пиксель упаковки разглядеть и узнать, что это такое, для чего оно нужно и вообще с чем его едят. Это замечательно. Такс, яички. Где у нас продаются яички? Вот, смотри, звездец. Мясо ящеров с жилами. Столько мемов ходячих, это ж пипец. Мясо ящеров. Так, угу. Это у нас что? Грязное море. Отличный нейминг, я считаю. Вот где-то здесь должны быть яйца, скорее всего, так, бутылочки. Что это такое? Удача. А, это чача. Чача удача. Бутыл очка. Колики в животике. Вино. Это какой-нибудь, знаешь, вот это вот за 100 или 200 рублей. Возможно, там, да, колики в животике. Гречка острая. Хорошо. Сопли. Что за сопли? Мол очко. Тут реально можно, знаешь, в магазине залипать, смотреть, что вообще продают. Кошачьи какашки. Орешки лювак. Орешки лювак, это, кстати, кофе, которое специальные зверюшки реально съедают, потом из их вот этих вот кошачьих какашек, короче, достают это кофе и обжаривают. И как бы считается, что эти зверюшки у них в животе, оно как-то очень жестко, это кофе перерабатывается и приобретает нереальный вкус. Покамара. Так, возможно, это что-то нелегальное. Вообще не будем такое показывать. Под 1% в день. Что это значит? Это типа кредит. О, зеленое яблоко злобный. У нас сок добрый, а это сок злой. Злобный, точнее. И злой кола, да. Окей, тут у нас что? О, чушпаны консервированные. Нормально. Это тоже мясо ящеров? Пицца с ананасом. Грязное море. А, это, наверное, тоже есть какой-то бренд. Типа чистое море, возможно. А здесь они решили, дабы избежать проблем с авторским правом, сделать грязное море. Ну, прикольно, прикольно. Реально, вот такие моменты я прям обожаю. Когда заходишь в игру, и здесь настолько все и смешно, и продумано, и, короче, классно. Такс, где у нас все-таки яйца? Немножечко здесь попаркурим. Возможно, охранник нам сейчас звезды даст, но, надеюсь, что нет. Семгачка. Такс, яйца. Где, блин, яйца взять? Может, сразу у кассира? Что? Нормально. Ну, аномалии. Аномалии, как бы, сам понимаешь, шестерочка. Здесь бывают всякие удивительные вещи. Ну, получается, по периметру стоят просто такие свежезамороженные продукты, и яиц здесь никаких нет. Где мне взять чертовы яйца? Здрасте. Яйца нужны. Привет, что будете брать? А мне, ну, попытаться закадрить. Спросите, давай закадрим. Привет, девочка, сосочка. Почему одна сейчас будет 2? Не стесняйся. Давай полчасика на подмыться и жду на своем одноместном кабриолете телесного цвета. Яйцо тебе. Вот это базовый дух. Пошел нахуй. Согласен. Пикап-мастер кадрил Настю. Получилось? Не получилось. Так, так мне яйца нужны. Привет, что будете брать? Вы ничего не взяли. До свидания. Пошел. Просто, знаешь, типа, диалоги Тарантино. У меня тележка есть. Так, я подожди, я все... Ля, а прикинь, если можно было все купить? Это же вообще прикол. Так, а где мне взять чертовы яйца? Я здесь ходил, бродил, так ничего не нашел. Так вот же они. Так вот же яйца-то. Истер-эг. Ну? И в чем проблема? Летающие орешки меня не интересуют, спасибо. Так взаимодействие на Е. Вот яйца. Оказывается, мы с тобой немножечко не дошли до нужного нам прилавка. Яйца. Вот с таким забавным рифмующимся названием. Которые, кстати, стоят 600 рублей за 10 штук. Это что за конские деньги? У меня нет таких бабок, вы че? О, кстати. Яички 2 штуки, 2 по цене 2. Гениальная акция, как мне кажется. Стоит 300. Ну, давай, может быть, какую-нибудь нам скидочку там Марь Иван сделает. Здравствуйте, вот мы тут как бы пришли такие. Ага. Привет, что будете брать? Оплачиваем. Вы покупаете то, что взяли. С вас столько, сколько было на ценнике. Все верно, да, вот. Оплата прошла успешно. Закон о пастушной гражданин купить десяток яиц. А откуда у меня деньги-то? Благодарствует покеда. В смысле? У меня же 500 с чем-то было, разве нет? Это потому, что мы того чувака избили. Мы же из него получили 100... Что-то 120 там монет. А, нифига. Я уже готов был сейчас это сигануть от охранника. Здравствуйте. Точнее, уже до свидания. Мы уходим. Че за братки у нас стоят там, я не понял. У меня яйца, пацаны. Яйца и бутылка пивка. Так, дед. Ты иди разберись с ними, потому что иначе я тебе до ларька-то не дойду. Так, а палкой можно драться? Ой, палкой можно драться. Нормально. Это оружие, можно сказать, дальнего боя. Здорово, пацаны. Че стоим? Эй, чушпан, а ну стоять. Давай попрыгай, что это у тебя там звенит? Эээ, конечно, соврать. У меня? Ничего. Ты че, пацаны, я все на яйца потратил? Ну-ка дай посмотрю. Опа, яйца! Давай сюда! Будет плата за твое вранье. Понимаешь? В смысле, яйца? Нет, ты че, яйца я не отдам. Я хотел сказать, что у нас с тобой там было что-то порядка 600, наверное, 30 монет. И типа отдать им 30 монет и при этом не драться, ну, вроде не жалко. И вот если бы они так рассудили, мелочевку им как бы скинуть, то без проблем. А здесь они хотят наши яйца отнять. Конечно, сопротивляться. О, че, пацаны. Что? Жизнь, боль, вы были опущены местным... Вы охренели? Они меня вынесли с одного просто тычка, при том, что у меня была палка, блин. Оружие массового поражения. И отняли яйца? Ну, это какая-то тишь. Скорее всего, это скрипт, потому что, если бы мы их отдали, получили бы ачивку, что молодец, типа, тебя все равно опустили, потому что ты этот позер и терпила. А если ты даешь отпор, то как бы их двое, ты один, у тебя только палка, ну, понятное дело. Так, что дальше? Принести пиво дяде Толе, найти друга. Найти друга дом 2. Сейчас мы найдем, подожди. Точнее, не дом 2, а дом номер 2. Но дом 2 тоже подходит. Так, смотри, что за дурачок? А, так, по-моему, это он нас и отпустил. Слышь! Дурачок! Сюда подошел, яйца мои отдал. Ага. И чё? 172, нормально, пойдет. Так, за одну бутылочку. Я думаю, точно он. Ну, по крайней мере, очень похож. Так что, жалко, что, конечно, мы яйца не получили назад. Сейчас можно залутать все бутылки на районе, и потом их, как бы, раз мы идем в ларек, потом их там просто обменять. Потому что, небось, бутылочка пива-то для дяди Толи тоже денег стоит. Их, соответственно, нужно откуда-то брать. Такс, а дом 2 у нас где? Вот этот обмен валютой, это я знаю. Нет, это дом 0. А где дом 2? А непонятно. Такс, окей. Кстати, футбольчик, что можно сделать здесь? 0-0. Ага. Давай разобьем гол. Здесь столько много мячей. Это даже странно. Ага. Хорошо. Идеально. Да, звездец, куда ты бьешь-то? Ля, у меня есть, короче... У меня есть коронное футбольное движение, которое вообще никто не может предсказать. У меня, правда, мяч очень часто летит рандомно, но я могу шибануть так, даже как бы не замахиваясь ногой. Я не знаю, как это у меня получается, но пацаны со двора говорят, очень забавная штука. То есть, представь, просто такой, стою, ничего не делаю, потом хренакс, и просто мяч за коробку улетел, там засидел. Спасибо, да, демоль, наконец-то забили, да. Фанаты как бы со всех дворов смотрят, за нами болеют. Это, кстати, наша квартирка, узнаю по обоям и по прогруженной текстуре. Такс, мы идем в ларек, а вот и он, кстати. 14 бутылок мы с тобой насобирали, неплохо, сейчас будет 18. Раз, два, три, четыре. Все, здрасте, как бы еще раз, мы должны обменять, обменять. 18 штук, 180 рублей, конечно. Вы получили ваши гроши, ну ни хрена себе, ни с чего, с воздуха, можно сказать, нормально. Покупаем пивко, я хочу купить пиво. Да, есть сивуха наша, стоит 300 рублей. Ну, как раз мы насобираем, а нам не хватит. Хватит, вот ваша бутылочка, спасибо. Слушай, нам с тобой пока что везет. Я надеюсь, что сейчас, при заходе в наш район с дедом, опять эти чушпаны стоять не будут. Потому что если они и пиво отнимут, ну извините, блин. Это как бы можно сразу звать братков и идти на замес. Окей. Такс, я немножко опять не тем путем иду. А вот, кстати, гараж. А вот, кстати, гараж, который, смотри, на половину взлома там какая-то точила стоит. А чё это у нас хозяин гараж не закрыл? Непонятно. Такс, нужно будет сейчас свернуть во двор. Ну, видишь, небольшие просадочки имеются по фпсу, но так в целом стабильно выдает 60. С таким-то открытым миром, как бы, ААА проект, сам понимаешь, оптимизация хорошая. Такс. Держи пивко, дедуль. Держи бутылочку пивка. Ага. Спасибо, сынок. Да ты офигел? Ну, а пошла, ну, кости, всё ещё болят. Можешь мне ещё бутылочку принести? Ща вернусь. Ща вернусь, блин. Сейчас нельзя сохраниться. Почему? Можно. Нифига себе, игра мне говорит, сейчас нельзя сохраниться. Когда хочу, тогда я сохраняю. В чём проблема? Такс, ну, а нам не хватит, наверное. Кстати, здесь мы с тобой ещё не были. Нифига себе здесь тачки. Смотри, какой паркинг. Бля, слушай, прикольно. Нужно, короче, ходить лутать бутылки, потому что нам нужно 30 их. Опять же, я не знаю, что у нас по балансу. А, деньги 140, хорошо. То есть нам нужно с тобой насобирать 16 бутылок. Нифига. Так, ладно, ночью-ка попрыгаем. Что? Кибертрак? Здравствуйте. Илон Маск передаёт привет. Блин, на самом деле, я недавно видел какой-то видос, где... Так, ещё один дурачок. Его, кстати, тоже можно сейчас в рукопашечку так обогреть. Я видел видос, где ехало 5 или 6 подряд кибертраков, сайбертраков, в жизни, в реальной. И, блин, это такое необычное чувство. Ну, то есть тачка выглядит максимально нереалистично. Но когда ты видишь её в жизни, у тебя что-то ломается. Прямо вот, ну, такое ощущение, что реально из игры взяли какую-то текстуру. И вот в реальной жизни это существует. Жесть. Так, ладно, здравствуйте. На бутылках мы долго не проживём, поэтому нужно в любом случае вступать в рукопашечку. Оп, оп, оп. Тихо. Отходим. Нормально, нормально, нормально. 298! Приблотнённый! Показал силушку богатырскую трем чушпанам. Ну, конечно! Ой, сейчас мы бутылок-то накупим. Вообще нормально. Ой, вообще нормально накупим. Не зря мы с тобой... Это потому что богатый район, сам понимаешь. Здесь чушпаны у нас на кибертраках ездят, поэтому... Естественно, у них бабки есть. Нужно было сразу сюда идти, на самом деле. Так, дед у нас сидит грустит. Не грусти, дедуль, сейчас вернёмся с бутылочкой, и всё будет классно. А что у нас ещё по заданиям, кстати? А, найти друга, дом 2. Кстати, вот здесь какая-то то ли физическая, то ли что-то формула. Ай в квадрате равно минус 1. То есть это нужно нам ещё головоломку решить, чтобы понять, где второй дом. А вот, кстати, реально, где второй дом? Давай мы сейчас вернёмся в ларёк. И пока что будем идти, посмотрим, что у нас вообще по домам. Это пятый дом. Но, как ты понял, здесь никакой логики в наименовании нет. Это первый дом. А это... Это нулевой. То есть второй, возможно, вот этот. Вот, который вот так вот у нас стоит. Я надеюсь, что да. Если так, то вообще идеально. Или вот это второй дом, подожди. Здесь вот такой балкон прям выделяющийся. Это первый дом. А нужно дом номер 2. Интересно. А возможно, вот тот, кстати, второй. Сейчас посмотрим. Это 666. Так, здравствуйте. Я снова к вам. Уже третий раз за день как бы встречаемся и здороваемся. Мы с тобой вначале всё меняем. И потом мы покупаем, конечно же, похмелиться деду. Вот ваша бутылочка. Если он в третий раз скажет, я скажу, слышь, дед, иди-ка ты нафиг. Ну, потому что это реально перебор. Типа 600 монет у нас стоят яйца. Которые маман... Почему я опять сюда иду? Это ж долго. Которые маман нам завелела, соответственно, купить. Проще пройти здесь. А, кстати, мы можем в подъезды заходить? Закрыто, я понял. Бля, такие красивые покрышки. Я тоже помню в совет... Вот в советское время, и вот опять же в постсоветских таких площадках, вот именно вот такие были горки, всякие качельки, вот эти вот вертушки, на которых меня постоянно укачивало. У меня друг, короче, обожал в детстве на них крутиться. Ну, я с ним вроде как... Пахнет! Нюхач понюхал какули. Замечательно, ачивка просто. У меня друг обожал на них кататься, и я с ним вроде как за компашку тоже однажды сел. И чтоб ты понимал, он меня один раз так раскрутил, что у меня недели две, после того, как мы покатались, перед сном, ну, прям вот реально было какое-то неприятное такое тошнотворное чувство, как будто меня укачивает. Две недели, шо за звездец. Так, держи. Ты мой спаситель. Да ты задолбал! Ну, это в последний раз. Это в последний раз, все, я тебе сказал. Еще что-то попросишь, идешь нахрен, сразу, автоматически. Давай прогуляемся сюда. Мы поняли, что райончик хороший, прибыльный. Возможно, здесь сейчас тоже какую-нибудь флажка найдем. И с... Какиш. Замарал свою подошву какишем. То мы с тобой его нюхаем, то мы им подошву мараем. Замечательно. Такс, ну здорово. Ага. Он не ожидал, мы так сразу, хоп, с левой, хоп, с правой. Мансим, мансим, жестко, жестко, жестко. Давай, 300, 300, 300, 300, 300. Ага, ага. Ну, какие 40, дружище. Ты хоть на работу устройся. Что здесь стоишь около мусорной вот этой помойки и какой-то фигнёй занимаешься? 40, блин. Это вообще ни о чём. Это мне проще 4 бутылки было найти, чем с тобой здесь какие-то рамсы фигачить. Да. Вот это вообще неудача на самом-то деле. И откуда нам ещё взять... А, у нас уже есть 300. Слушай, откуда мы деньги берём? Я не понимаю. Мы их тратим на пивко? А, ну, скорее всего, за счёт бутылок, да? И опять же, понимаешь, что это такая... А вот тут в брущевик нужно залезть. А я же не сохранился. Так, подожди. Стоп, 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 стоп. Загрузить. Тихо, не надо. Ага. Загрузить. Да. И с чего мы начинаем? 140 денег. Чё нам говорит дед? Серьёзно? Это... Звездец. Это нам нужно с тобой снова идти к тому челу с кибертраком? А мы можем сразу два пива купить? Кстати, реально, давай так и сделаем. Скорее всего, можем, потому что у нас есть большой инвентарь. Мы сейчас с тобой просто идём к тому дурачку. Я не знал, что меня борщевик убьёт. Вот чё? Я думал, я как-то руку туда хоп. Затяну и нормально. А там прям дебри. Ну, ты видел, сколько там бутылок? Чё меня сразу-то привлекло? Так, хорошо. И вот здесь опять дохрена. А как их брать-то? Так, дружище, здорово. Ты у нас очень богатый. У тебя синяя модная футболочка. Давай нам 300 бабок. 62, что за рандом? Тихо, тихо. Хорош. А как туда залезть? Подожди. Может, кстати, с помощью бутылочки? О, тихо. Сейчас опять меня убьют. Да хорош. Почему он жарит на дистанции? Я не... Всё. Иди нахрен, я туда не пойду. Так, 13 бутылок. 202. Ну, то есть, на одну бутылку мы с тобой, конечно, насобирали. Но нужно-то две. Потому что это, получается, да, мы откатились на тот момент, когда мне сказали, нельзя сохраняться. Нужно было ещё раз сохраниться. Это я немножко затупил. Но кто знал, что меня, блин, борщевик убьёт? Если бы тут стояло пять пацанов, я бы ещё подумал и сказал бы, не-не-не, спасибо. А борщевик? Собственно, да. Ещё одно подтверждение, что это реально довольно-таки опасная хрень. Всё, я понял. Туда мы с тобой не входим. А здесь, по-моему, чувак стоял, нет? А, или он вот здесь стоял. Но, опять же, мы с тобой уже весь райончик, по сути, обошли. Но, да, здорово. Может быть, ты нам в этот раз дропнешь 300? Блин, было бы очень здорово, дружище. Но я профессионал. Ох, ни хрена себе, он мансит-то как жёстко. 221, всё, спасибо. Так, наш баланс, так или иначе, мы с тобой восстановили. Берём. Берём и уходим. И берём сразу же две бутылочки. Потому что дед у нас никак напиться не может. Но, опять же, похмеляться тремя бутылками пива? Ты чё, угораешь? Мне кажется, это тебе вряд ли поможет. Окей. И по пути, опять же, я напоминаю, что мы с тобой ищем второй дом. Дом номер 2. Пятый, пятый нам не нужен. Первый. Так, ларочек у нас сразу там. Ну, странно, на самом деле. Возможно, второй это вот как раз то, что нужно решать с сложными головоломками физическими, химическими. Я надеюсь, что нет. Вот сюда, скорее всего, можно как-то зайти. Потому что, видишь, прям, ну, балкон выделяется. Ну, закрыто. Не, нифига. Непонятно. Скорее всего, мы с тобой получим, как бы, финалочку, когда мы пройдём все задания, все испытания. Но, опять же, зная, что мы могли там кому-то чё-то отказать. Опа, ещё заначечка. Так, в борщевик я не пойду. Как вот это брать? Это нужен какой-то огнемёт, чтобы туда залезть. Обменять. Хорошо. И теперь мы с тобой сразу берём купить пиво. Да. Ага. И ещё. Как раз хватает. Спасибо. Всё. Две бутылки у нас имеются. Мы с тобой возвращаемся с гордостью к деду. И надеемся то, что он сейчас скажет. Ой, спасибо, внучек. Вот, держи тебе ключи от тачки. Садись и становись самым крутым вообще пацаном на районе. Причём, я так понял, это, наверное, даже не наш дед. Это просто дед, который там... А может и наш. Ля, ну если наш, то тогда можно было бы чё-нибудь и это. Чем-нибудь таким наградить. Я не говорю про машину, нет, ну. Хотя бы за символическое спасибо. Всё, держи раз. И, эээ, хорошо. Это в последний раз. В последний раз держи пиво. Вот. Делал я, что и добрые люди на земле остались. Ну, такая себе доброта на самом деле. Слушай, сынок. Чую я, выходит моё время к концу. Скатился я по наклонной... Ну, конечно, если похмеляться тремя пивками, то не такое будет. Я, близнец, таким хорошим человеком стал. Не то, что я. Он, это, в западе дипломатом стал. На заработанные деньги сейчас видеосалон открыл. Угу. Настоящий член общества. Потому что алкоголь, это всегда плохо. И оно приводит вот к таким посиделкам на лавочке, а не к открытию видеосалона, бизнес, дети, красивые там девушки и всё такое. Ну, вначале красивые девушки, потом там жёны, дети, семья, счастливые старости и всё такое. В общем, толку от меня всё равно не было. Так хоть перед смертью кому помогу. Есть у меня гараж, в котором я за жизнь барахло набрал. Так. А тебе, наверное, пригодится. То есть не зря мы всё-таки помогли. Вот от гаража... Один, три, два, четыре. Один, три, два, четыре, запомнили. Как один, два, три, четыре, только три и два меняем. Всё, что подрасту всё твоё. Только будь осторожен, там на входе капкан стоит. Я понял. Один, три, два, четыре. Сейчас нельзя сохраниться. Почему? К счастью, дядя Толе выполнил все просьбы дяди Толе. Дядя Толе теперь рад. Замечательно. Мы сделаем сохраняшечку. Делаем так. И сохранить. Ну, то есть, возможно, игра говорит, что автоматическое, типа, сохранение недоступное, и же ручное. Так, дядя Толь, всё хорошо. А где твой гараж-то? Один, три, два, четыре. Но гараж... Может быть, вот здесь, в благоприятном райончике? Конечно, я не удивлюсь. Может быть... Вот он, хорошо. Один, три, два, четыре. Окей. Ну, ни хренася. Сохраняшечка. Завладеть годовым бюджетом у Грюпинска. Нормально, здесь у тебя бутылок. Он бутылки солит. Чисто знаешь, заготовочка на зиму. А как капкан-то обойти? Сюда. А вот так. Это всё наше? Охренеть. Ой, звездец. Ой, звездец. Ой, звездец. А мы можем это взять? Нет, взять мы это не можем. Да и не надо. У нас 72 бутылки. Это 700... Капибара. Ещё бутылки. Всё-таки окупились наши с тобой затраты. Вот не зря говорят, что добрые дела, вот это вот всё, плюсики в карму, они всегда окупаются. И причём в многократном размере. Вот нам с тобой как бы подтверждение этому феномену. Жалко, что мы вот это не можем взять, конечно, с оленя. Такие замечательные. Но ладно, слушай, дедуля, спасибо как бы. Это вообще имба. Всё, что можно, вроде как мы с тобой забрали. Идём, соответственно, теперь к нашему другану. Закрываем гараж. Тихо, не надо. А, поднять уже не можем, но ничего. Идём к нашему другану, наверное, сюда. Нужно сохраниться, кстати. Обязательно сохраниться после такого-то улова, извините меня. Сохранить, да. И идём в дом номер два. Здесь у нас шлагбаум. А, подожди, а мы сможем? Там какая-то вообще военная часть. Улица асфальтная. Машину кто-то чинит. Зайдём? Не зайдём. 108 бутылок пива. Это косарь, понимаешь? Косарь. И сейчас у нас с тобой ещё 93. Всё, мы реально миллионеры и миллиардеры. А, скорее всего, нам сюда. Так, шо за друган? Шо за друган? Найти друга. Хорошо. Проверяем дверь. Возможно, она будет открыта. Нас кто-то уже, может, даже ждёт. Ну, конечно. Заходим. Бля, ну ничего себе тут так. Здорово. Эй, брат, ты чё такой мрачный сегодня? Давай про яйца ему расскажем. Да у меня яички ощемили средь бела дня. Что мне делать, Гешка? Тяжело, однако, быть чушпаном. Давай я сведу тебя со своими пацанами-асфальчиками. Давай, давай. Было бы славно. Надоело быть чушпаном. Согласен. Только не сказани такого при пацанах. Значит, слушай сюда. Мне нужно прийти в нашу качалочку, что в пятом доме я скажу, чтобы тебя пустили. Окей, пятый дом, запоминаем. Новое задание. Слушай, ну нормально у нас тут друган живёт? Пиани... Он разносторонняя личность. У него с одной стороны боксёрские перчатки, а с другой стороны сразу же пианиночка. Так, балкончик. Ой, здравствуйте. Ой, кстати, вот очень красивый вид. Да, тут птички, свежий воздух, всё очень здорово, молодец. Да, может, капибару оставим? Ну, не хочешь, как хочешь. Такси, я тебе там мусор выбросил. Ну, типа, зачем тебе это? Тебе это не надо. Так, дверь заперта, хорошо. В туалет тоже не пускают, но ничего. Такси, мы с тобой пошли, соответственно, в пятый дом. Найти качалку и пришиться. Не знаю пока что, что это значит, но, скорее всего, что-то хорошее. Мы реально там с асфальтоукладчиками вот этими сейчас подружимся. И наши яички, соответственно, заберём. Пятый дом. Пятый дом, он как раз-таки в проёме, насколько я помню, между... Вот здесь, да. Вот, соответственно, заходим в эту дверь. И тут у нас качалка, скорее всего, внизу в подваль. Ну, конечно. Ой, пацаны, здорово. Сохраняшечка. Я с капибарой такой пришёл. Ля, чувак отдыхает, устал, видать. С кем говорить можно? Здорово. А вот и ты чё, шпан. Чего тебе надо? Так, дружище, ты это, не раскидывайся словами-то такими. Я пришёл пришиваться, надоело быть шпаном. Да, какой-то быстрый. Эй, Гешка, ну что скажешь за него? Есть косяки за ним? Нету, ровный чел. Про яйца нам сказали не говорить, поэтому ничего нет, нормально. Реально нету, я ровный, без косяков. Конечно. Ты-то помолчи, тебя не спрашивают. А, извините, пожалуйста. Ну что, Гешка, головой за ним отвечать будешь? Наверное. Не наверное, а будешь. Теперь ты за него отвечаешь. Все его косяки будут спрашивать с тебя. Видал, как строго. Значит, слушай сюда, чушпан. Сначала тебя надо проверить. Выйдешь на ринг и попробуешь выстоять против нашего пацана. Гешка, ты его привёл, тебе и выходить с ним. Ну что, готов? Максимально странная логика, но окей, я готов. Мы же стали профессионалы бокса. Поехали. Ох, ни хрена. Ой, ой, ой. Ой, пацаны, пацаны, поддерживай меня, поддерживай. Ага, ага. Тихо. Отходим, отходим немножечко. Ага. Хорошо, хорошо. Ой, хорошо, сейчас навариваем. Так, у нас фпс очень жёстко садится, когда мы дерёмся. Прямо вообще, 40 фпс. Кстати, давай сразу проверим просто, если мы поставим на высокие. Надеюсь, ничего не сломается. Ну, допустим. О, кстати, да. Хорош, меня очень жёстко щемит. Только какой-то блюр появился, тебе не кажется? А чё он такой жёсткий-то? Сколько ему навалять-то надо? Всё, отлично, пополнение плюс 17. Хорошо, сюда. Ну шо, братак, нормально подрались. До сих пор челюсть болит. Скорлупа, ачивка. Да, нормально, Гешке досталось. Теперь ты асфальтчик из Скорлупа. Добро пожаловать. Я крутой, да. Я крутой. И больше не чушь, пан. Конечно. Придержи-ка, не прошло всего 5 минут. Так как ты теперь Скорлупа, тебе нужно скинуться в общак. Мы как раз хотим поставить тут телевизор и видик. Если хочешь, можешь повысить свою репутацию и стать пацаном. Достань нам этот видик. Где мне его достать? Я думал, я сейчас им бабок просто отвалю. Наши пацаны видели через окно видик в доме номер 1. Он как раз находится на первом этаже. Так что это будет не сильно сложно. Но не забудь подготовиться, провести разведку и продумать пути отступления. Хорошо. Ух, на удачи, братак. Давай, спасибо. Так, новое задание. Сейчас что-то там нет. Мне не очень нравятся высокие настройки по той причине, что оно какой-то блюр сразу добавляет автоматически. Вот. Видишь, так как бы четко вроде. Так, пацаны у нас тренируются хорошо, а мы, соответственно, пошли. Мы, соответственно, пошли. Давайте скоро вернемся. Им нужно раздобыть видик. Видик у нас в доме номер 1. Вот, кстати, этот дом. С тем... Так, подожди. С тем самым балкончиком на первом этаже. То есть я уже, в целом, нашел путь отступления. Скорее всего, нужно будет либо через балкон валить, либо через дверь. Как бы, собственно, и заходим. Расписание. 4.20 побег из грустови. 6.66 пацанские разборки. 6. И 20.24 будет жарко. Ух. Так, ладно, заходим. Закрыто. Очень подозрительная тема. Все открыто, никого нет. Видик на самом видном месте. И здесь висит замок. Так, так. То есть вначале мы с тобой должны его, конечно же, этой штукенцией разрезать. Путь отступления в целом мы с тобой наметили. У нас есть кассета. Пафосные мужики в масках против инопланетян. 3077. 3077. Окей. Радио. Радио брать не будем. Ля, мы можем дверь закрыть? А дверь закрыть не можем. Ладно. Тогда берем Витик и валим. Ладно. Звездец дед из толкана выбежал. Ни хрена он кикбоксер. Слушай, вот этого деда нужно было... Смотри, я ничего не делаю. Он через перила мне отправляет свои удары настолько жесткие, что аж землетрясение происходит. Охренеть. Вот этого деда реально жестко. Мне кажется, он вырубит с одной ноги. Все, давай, дедуль, пока. Это очень некрасиво. Как бы у пожилых людей что-то воровать. Да и в целом у даже не пожилых людей. Но, как бы сам понимаешь, это симулятор чушпана. И здесь все, соответственно, вот такое вот. Короче, хорошо. Несем Витик вниз и заслуживаем респект. Реально, нужно было вот этого чувака поставить с дедом. Он его просто бы вынес первым же ударом челюсти. Бля, фига, у вас тут комнатка, на самом деле. Сигареты. Сигареты мы осуждаем. Здравствуйте. Снова привет. Ты тоже тут? А что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Ты тоже пацан? Ну, вряд ли. Нет же, дурачок. Марат, мой брат. Я иногда тут зависаю. Снова привет. А, ну понятно. Все, окей. Марат, твой брат. Ты молодец. Слушай, у вас нормально здесь? Вы так живете? Сеев, бутылок, до хрена. Идите сдавайте, что вы? Ну что, принес Витик? Да. Да, он у меня. Вот. Сигареты снова заявляют права на нашу территорию около гаражей. Говорят, они организовали там убежище. Мы собираемся поехать туда и разобраться, но есть одна проблема. Так. Тебе нужно собрать денег на билет для автобуса. Мы будем ждать тебя на месте. Каждый пацан будет на счету. Я надеюсь на тебя. Ммм, хорошо. Хорошо. Я найду деньги на билет и приеду. Наконец-то настоящее дело. А сколько собрать нужно? Как раз таки, косарь. Все, отлично. У нас с тобой это имеется. Только я не очень понял. Что он сказал? Найти деньги на билет, поехать на разборки. Молодец, пацан. Ждем тебя у гаражей. Ну, как соберешь на автобус. Да, обязательно буду. Все, я понял. То есть мы с тобой сейчас бежим менять деньги. Ну, точнее, бутылки на деньги. После чего... Слушай, как-то игра подустала, начала реально фризить. Странно. Но, возможно, это из-за качалки. Мы с тобой сейчас бежим все это дело менять. После чего... Сразу же на автобусную остановочку. И там покупаем билет. Как хорошо, что мы все-таки дедуле помогли избавиться от похмелья. Очень... Это все дерется. Давай-давай, пока. А вон автобус, который нас уже ждет. Фишка-то в чем? Мы поедем вот на эту закрытую секретную территорию. А фишка-то в чем? Мы с тобой 100 бутылок. Ну, представь, как долго бы искали. Поэтому очень хорошо, что мы 1150 рублей. С помощью, в том числе, как раз-таки, помощи деду Толе. Или как его там... Да, дед Толе. Мы с тобой смогли насобирать. Все, отлично. Мы при бабках садимся и выезжаем на задание. Без проблем. Так. Здорово, пацаны. Оплатить. Передайте. Перейдем за проезд. Следующую остановку гаражи. Ну, поехали. Сейчас нельзя сохраниться. А вот жалко, нужно. Монетный двор. Так, тихо. Наконец-то ты приехал. Тут уже все на кипише. Сохранить. Да. Ничего не знаю, я сохранился. Задержался, искал деньги? Искал деньги. Я искал деньги на билет. Конечно. Главное, что нашел. Вот именно. Асфальтоукладчики должны быть прямо за углом. Ну что, пацан, ты готов? Готов? А какой план? Да, мы будем делать. А план такой, что сначала они поговорят с нашими кулаками, а потом мы уже поговорим с ними. Чисто сигма. План надежен, как швейцарские часы. Ну, пацаны, вы, конечно, да. Да, мы всегда так делаем, поэтому этот район и наш. Нет, ну, говоришь, что плохой план мы не будем? Хороший план. Я в деле. Конечно. Ну что, пацаны, готовы выступать? Ну, погнали. Да, братан, покажем им. Let's go. Размажем их. Им. Ха, на, прост, отвечай. Ха, на. Ой-ой-ой-ой-ой. Турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун. Нифига, а их больше. Турун-турун. Пополнение. Так, тихо. Зашибись. Легендарий район рассказал свой жизненный устой кулакам девяти... Вы чё? Пацаны, вы чё? А чё они так быстро откинулись-то? А чё они так быстро откинулись-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Звездец. Пацанчики. У вас всё нормально? У вас всё нормально, пацан... А мне жопа. А это нельзя выиграть. Или можно? Слушай, пока что меня никто не закоцал. Нормально. Такой дурачок убегает. Вот это крыса, вот это крыса. Он валит с поля боя. Слушай, а бреди я им сейчас на костыля? Вот это жёстко будет. Слушай, так нормально. Мы будем просто отступать и по одному так вырубать. Наш-то все откинулись, а мы сейчас хоп-хоп-хоп. И нормально. Так, немножко отрегенимся. Отрегенимся. Короче, здесь реально основной фпс приходится на... Ещё 150. Так, бутылочку залутаем. Ещё одну бутылочку залутаем. А ты-то откуда взялся, дужище? Не, слушай, если они бесконечно будут к нам, конечно, подступать, то мы ничего не сделаем. А вот эта тактика вообще нормальная. Бегаем по кругу, а они нас достать не могут. А мы их потихонечку вырубаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ещё пополнение 269. Что за пополнение? А, пополнение пацанов в смысле? Так я думал пополнение... Так это реально пополнение пацанов. Всё, они бесконечные. Виздец. А, или подожди. Плюс пацан, плюс бабки. Так-то... Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я не успеваю посмотреть, там какая-то долгая анимация дурацкая. Весь 35. Нормально. Пацаны, FBI, это уже охранники из шестёрчка выбежали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не, ну как будто бы... Как будто бы их три всего осталось. Вывезем. Два осталось. Всё, сейчас в соло размотаем всех и будем королём улицы. Пацаны-то у нас откинулись быстро. А мы такие, хоп-хоп. Блин, ещё один идёт, дурачок. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Лен, надо было палку брать. На такой замес нужно было брать палку. Нормально. ППС до 50, до 40 просаживается. Но мы фиг... Но мы фигачим, но всё-таки... 20 человек мы смогли завалить, 20 людей. А ещё 3 выбежали и нас в итоге отмудохали. Обидно, обидно. Но, опять же, это был скрипт. Они там бесконечно спавнятся какого-то фига в этих гаражах. И, собственно, здравствуйте. Да-да-да. Анимация. Ну, типа, живём-живём, да. Ага. Оу, с тобой всё в порядке? Ну, вроде да. Всё болит, но кажется, да. Хорошо, чуть позже мы осмотрим тебя. А пока двигайся осторожно. Оу, с тобой всё в порядке? А что произошло? Произошло. Где все? Асфальтоукладчики вырубили почти всех. Но старшие вовремя вернулись с дела. И Абибас, наш с Маратом брат, успел сюда и всё порешал. Абибас хорош, вовремя влетел. Это что, сон? Я умер? Да нет, надо же тебе говорить, всё нормально. Ага, а ты смешной. Знаешь, я думаю, мы можем куда-нибудь сходить вместе. А давай. Давай. Сходим в кусочка. В кусочка погнали. Очень хорошо, зайдёшь за мной сегодня в 5 часов. И свиданочку мы наветили, нормально. Подаришь мне мои любимые розы. Ах, как я жду этот вечер. Сразу такая, не промах, ни хрена себе, розы. Пацан, пройти игру. Нужно было написать не чушпан. Паренёк, был лихой, я немного. Марат. Умер от черепно-мозговой травмы в первой угрюбинской больнице спустя 2 дня после драки. Марат при жизни был дерзким и напористым пацаном. Это его изгубило, когда он без ведома старших решил напасть на базу асфальтоукладчиков. Его сестра Настя вспоминала о нём каждый раз, когда он был ей нужен. Но его не было рядом. Звездец. Гешка умер от внутреннего кровотечения и множественных переломов, не дождавшись скорой. Родители Гешки умерли, когда он был маленьким. Его растила бабушка. Он пришился к пацанам не потому, что ему нужна была защита, а потому, что ему была нужна семья. В асфальтоукладчиках он чувствовал поддержку окружающих, ощущая себя среди родных людей. Бабушка Гешки умерла в морге от инсульта, не выдержив вида трупа единственного внука и смысла всей своей жизни. Охренеть. Настя. После смерти брата Насте стала не хватать зарплаты продавщицы на жизнь. Она была вынуждена переехать в съёмную комнату, общежитие и перебиваться от зарплаты до зарплаты, без надежды выбраться из спирали бедности. А Бибасу не нравилась такая ситуация, он возглавил большие... ...возлагал большие надежды на брата и в будущем хотел передать управление района ему. Он погиб через несколько месяцев, мстя за своего брата. Через несколько лет у Насти был обнаружен рак последней стадии. Оставившись без поддержки братьев и без финансовой способности проводить хотя бы минимальное лечение, Настя умерла мучительной смертью, будучи одинокой в бесплатной палате общей... ...обшарпанной больнице. Владик получил повреждение позвоночника, потеряв способность двигаться. Владик родит в неблагополучной семье, в которой отец его постоянно бил, а мать не любила. В асфальтиках Владик нашёл дом, в котором его принимали таким, какой он есть, не истязая за малейший поступок. К сожалению, преданность группировке оставила его неспособным двигаться до конца жизни, которую он провёл, будучи прикованным к больничной койке. Димас был забит до смерти асфальтиками при отшивании. Димас искал приключения и экстрим, асфальтики были для него пропуском к возможности безнаказанного насилия на чушь Панаме. Однако, когда он увидел, что шансов победить в драке нет, он притворился мёртвым. Однако старшие раскусили его обман, когда Димас начал путаться в своих рассказах. Отшивая, ему пробили висок, вызвав долгу и мучительную смерть рядом с мусоркой. Охренеть! Что за жестокий финал? Заварил всю эту кашу Теребишко, главный единственный программист Флака Стрекси. И вот, собственно, озвучка. Песня пацана, которая прозвучала только что. Спасибо, что дошли до конца. Окей, возможно, нажав на кнопку выход, мы с тобой нафиг выйдем из всей игры. Такое частенько бывает, поэтому я не буду этого делать. И вот на такой довольно-таки грустной ноте мы с тобой завершаем наше прохождение данного симулятора. Как и в сериале, собственно, нам с тобой говорят о том, что ни к чему хорошему все эти пацанские забивы, туда-сюда, воровство, соответственно, магнитофонов ни к чему хорошему не приводит. Но игрушка на самом-то деле забавная. Мне кажется, что если бы она вышла вот где-то месяц тому назад, месяц-полтора, то она бы вообще произвела фурор. Потому что есть ощущение, что все-таки хайп сейчас спал и не так сильно оно обсуждается. Но я помню времена, опять же, месяц-полтора назад, когда я просто заходил ВКонтакте, листал ленту. И каждый первый мем был про данный сериал. Это было просто жесть. То есть, реально, хайп, ажиотаж, все актеры сразу, там, миллионы подписчиков в различных социальных сетях, их зовут в рекламу, их зовут в сниматься в других фильмах. То есть, прям очень и очень жестко хайпанули. Если вам понравился данный видос, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на Тиграм-канал, потому что там куча классного эксклюзивного контента. Ну а с вами был Ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok